80 тысяч тонн. Ежегодный оборот полигонов Бабина и Вишневка. Объем отходов лишь продолжает расти. Инспекторы природоохраны не сидят сложа руки. Под Бобруйском построят мусороперерабатывающий завод. Заявленная мощность 100 тысяч тонн в год. Поступающий мусор будет сортироваться, то есть отбираться крупногабарит, то есть некоторые вещи будут дробиться. Здесь же будет отбираться органика, отбираться будут вторичные материальные ресурсы, такие как ПЭД, стекло. Здесь же выделят место для полигона, но туда попадет лишь 10 процентов отходов. Все остальное обещают переработать. В зону обслуживания войдут также Осиповический, Глузский, Кличевский и Кировский районы. Строить начнут в октябре. Объект обещают сдать в 2022 году. Пока же сортировкой занимается 12 городских предприятий. Специалисты развивают экокультуру и у горожан. Синие, зеленые, желтые. Контейнеры для раздельного сбора мусора стоят едва ли не в каждом дворе. 250 площадок. На каждом баке наклейка с инструкцией. И все же некоторые умудряются выбросить коробку из подсобка в контейнер для макулатуры. Тетропак не перерабатывают. Инфраструктура развивается. Все больше бобручан приучают родных и близких сортировать мусор дома. Есть пакеты, есть контейнеры у нас. И сортируем по отдельности. Когда вносим мусор, естественно, ты приходишь на мусорку и ты видишь, что там контейнеры есть для общего мусора. Есть пластик, стекло. То есть пластик, стекло отделяем по-любому. У нас же нет этих енотов, как реклама показывает. Только в прошлом году в Беларуси уровень использования коммунальных отходов вырос почти до 23%. Стали перерабатывать в три раза больше стекла, выросли показатели по бумаге и картону. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.